Продолжение следует... 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 фармакологии достаточно много лет она не учитывает патофизиологический механизм возникновения боли и она не учитывает садильный опухоли процесс тех онкологических пациентов которые испытывают боль на разных стадиях опухоли процесса можно условно совершенно разделить на следующие пять групп во первых это пациенты которые находятся в длительной эмиссии после терапии злокачественного образования около 30 процентов этих больных той или иной степени испытывают болевые синдромы это другая группа пациентов пациенты получающие радикальное противополевое лечение около 55 процентов этой группы испытывают болевые синдромы эти пациенты мечтают перейти в длительную эмиссию однако не всем это удается и многие из них переходят в следующую группу группа пациентов получающих палеоативное противополевое что это означает процесс опухолевый генерализовался появились отдаленные метастазы тем не менее пациенты получают противополевое лечение опять-таки 55 процентов из них имеют болевые синдромы на каком-то этапе эффективность противополевое терапии исчерпана и нам нечего больше предложить этим пациентам кроме обезболивания и симптоматического лечения эта группа пациентов получающие исключительно палеоативное и симптоматическое лечение 75 процентов из них испытывают боль и боли в терминальной стадии опухолевого процесса испытывают до 90 процентов пациентов в конце этого жизненного пути в конце опухолевого процесса поэтому как мы должны относиться и как мы должны лечить боль у пациентов терминальной стадии и у пациентов тех которые находятся в длительной ремиссии одинаково ли это большой вопрос очень большой контингент больных онкологических испытывают нейропатический болевый синдром исследованиями последних лет было показано что послеоперационная боль возникает у 10 30 процентов пациентов которые перенесли операции по поводу злокачественного образования имя индуцированная периферическая поля невропатия разникает почти у 70 процентов больных которые получали химиотерапию и даже те кто получали радиотерапия например на область таза до 15 процентов испытывают подали в отдаленном периоде нейропатические боли вот именно поэтому воз уже не говорит что все лечим лестнице обезболивания мы выделяем отдельно но цептивную боль пистеральную соматическую и как минимум три вида нейропатической боли которая возникает в результате компрессии него нерва повреждения нейрональных структур или это симпатически поддерживаемая боль таким образом лестница обезболивания всемирной организации здравоохранения уже не является для нас абсолютно строгим протоколом это обучающий инструмент от которого мы не собираемся отказываться но который нам крайне нужен в нашей работе однако прежде всего мы смотрим на эти антиологию и патогенез боли таким образом повторюсь весь контингент онкологических пациентов хронической боли можно условно разделить на пять групп также мы будем к ним относиться во первых пациенты с длительным прогнозом жизни вы понимаете что это пациентов длительной ремиссии это пациенты получающие опыту терапию и отчасти это пациенты получающие палиативное противополечение возможности современной онкологии таргетная иммунная терапия они позволяют значительно отсрочить наступление терминальной стадии болезни у пациентов с процессами и даже на и при наличии отдаленных доставов пациенты порой живут годами но если у них есть нейропатический болевой синдром а это практически 40 пациентов а пациентов с болевыми синдромами то в первой линии терапии пациентам следует применять таргетные анти нейропатические средства которым относятся антиконглусанты антидепрессанты это препараты для лечения периферической полинейропатии такие местные анестетики как ледокаин пластырях или виде крема то есть здесь лестница обезболивания она не срабатывает но это не означает что этим пациентам не показаны опиоидной анальгетики здесь нужно приоритетно использовать не опиоиды но опиоиды применяются в особых клинических случаях когда риски при превышают когда польза превышает риск и выбирать следует препараты наименьшим наркогенным потенциалом но это с нами и понятно при этом зачастую когда пациенты а когда этим пациентам планируется назначение опиоидов они начинают в ужасе говорить только не наркотически на льдеть не назначается не наркотики я не хочу стать наркомана тоже мы можем ответить этим пациентам мы можем ответить что существует тратификация рисков возникновения наркотического влечения пациентов к препарату и возможности мониторинга соблюдения режима опиоидной терапии но это означает а все пациенты можно условно разделить на три большие группы центр с низким риском привыкания пристрастия к наркотикам среднем и высокий риск кто относится низкому риску во-первых это те пациенты у которых нет алкогольные лекарственные зависимости это те пациенты которых нет серьезных психиатрических расстройств это пожилые люди которые не куют не пьют и очень важное это наличие стабильной социальной поддержки если к вам пришла пациентка пожилого возраста с множественными тостазами в кости и ей показан какой-то из опиоидных анальгетиков и вы понимаете что у нее стабильная социальная поддержка не пришли ее родственники поддержать ее на визите вы можете сказать что абсолютно нет никакого риска возникновения опиоидной зависимости и медостазы в кости ее будут значительно более при медостазы костях будет значительно уменьшены на первом этапе опиоидами потом проводят лучевую терапию и потом вы снимете эти опиоиды и благополучно какое-то время они вообще болеть не будут у кого высокий риск а во высокий риск конечно это пациенты которые достоверно прошлом получали или были наркоманами которых была алкогольная лекарственная зависимость и у которых имеет место отсутствие сильной мотивации оставаться в стадии ремиссии но таких пациентов мы тоже должны лечить если пациентов с низким риском мы должны мониторировать по зарубежным данным по крайней мере раз в год я думаю что мониторируем значительно чаще то пациентов с высоким риском мы должны мониторировать раз в месяц или чуть реже и подсчитывать сколько таблеток каких они приобретают и сколько они за какой период тратят а что же мы должны делать если возникает аберрантная поведение то это такое пациент не мотивированно приходит вне плана и говорит доктор у меня табака съела рецепт выпечите пожалуйста новый или я потерял рецепт или что-то произошло и я не смог эту таблетки выпали куда-то я их получил но вот у меня их нет внеплановая выписка препарата несколько раз подряд даже уже второй раз должны вас дорожить и мы должны уже пересматривать пересматривать стратегию лечения и пересматривать применение неопиоидных препаратов пациентов низким риском а при высоком риске естественно мы будем пересматривать переход стратегии лечения на неопиоидные либо ограничивать повторное назначение препарата частое назначение небольших год и запрет на использование более чем одного опиоидного препарата имеется в виду что запрет на использование одновременно и пролонгов и препаратов быстрого освобождения и нужно внимательно считать таблетки таким образом правила назначения опиоиды для пациентов с длительным прогнозом жизни во-первых неопиоидная терапия приоритет если же мы понимаем что нужны опиоиды то мы их назначаем когда преимущества превышают риски их назначаем сначала препараты наименьшим наркогенным потенциалом это тармадол парацетамол просто тармадол в чистом виде или препарат апитадол перед началом применения обсуждаем с пациентом и зачастую с их родственниками обсуждаем цели лечения обсуждаем что нельзя дополнительно применять еще и бензодиазетина потому что ночью может быть остановка дыхательного центра а мониторируем эффективность мониторируем побочные эффекты и мониторируем стезисообразной длительной терапии каждый месяц или если нужно то чаще ну и при отмене опиоидов мы следуем ступенчато снижаем препараты в соответствии с рекомендациями всемирной организацией здравоохранения мы понимаем что препараты опиоидного ряда имеют определенные это медицинская безопасность с одной стороны то есть обычных которые могут возникать из применения рекорд это безопасность социальная это безопасность для пациентов и общества поэтому выбираем для начала для пациентов длительным прогнозом жизни препараты с наименьшим наркогенным потенциалом которые относятся и тромодол и тапитадол мы понимаем что тромодол сам по себе его связывание с опиоидными рецепторами 6000 раз меньше чем у морфина более сильный препарат от апитадол является 50 раз слабее связывается с морфином а с рецепторами морфина но это не означает что этот парад но не является он достаточно сильный препарат он четыре раза сильнее чем тромодол по его обезболивающему действие и важным преимуществом является то что в случае тапитадола молекула является активным веществом препарат был исследован в качестве обезболивающего при локачных новообразованиях и было выяснено что суточная доза 300 миллиграмм тапитадола примерно равна 120 миллиграммам парарального морфина вот такой эквивалент при этом в безопасности тапитадол показывает значительно лучший при именно злокачных новообразования меньше запоров тошноты и рвоты большие популяционные исследования называемый бигдейта анализ девяти исследований второй и третий фактов более чем у 7000 пациентов показали что тапитадол достаточно хорошо переносится в длительном приеме зачастую этот прием составлял более 6 и даже 12 месяцев и относительно оксикодона который был препаратом сравнение в этих исследованиях относительно оксикодона тошнота запоры рвота также были выражены значительно меньше при этом мы не должны расслабляться говорить о том что тапитадол вот такой лихой препарат у него нет существует потенциальное резлоупотребление этим препаратом и поэтому все пациенты которые лечатся этим препаратом должны подвергаться тщательному контролю однако согласно проведенным исследованиям тапитадол все таки имеет более низкие резлоупотребления чем другие опиоидные лекарства у нас он зарегистрирован с 14 года и этот препарат применяется в таблетках по 50 миллиграмм в продленном действии 100 и 150 а тоже таблетки пролонгированного действия и с этого года появился препарат полексия таблетки 50 миллиграмм для терапии острой боли средней высокой интенсивности ближайшее время появятся и другие формы 75 и 100 миллиграмм естественно отличаются эти две формы тем что таблетки быстрого освобождения начинают работать не через 5-6 часов а уже скорость начала действия через 30 минут как же мы отменяем опиоидные препараты мирная организация здравоохранения считает и предписывает нам ступенчатая отмену опиоидных препаратов в случае необходимости считается что если препарат был назначен менее двух недель то развитие физической зависимости крайне маловероятно то есть отменять можем достаточно быстро и как правило без последствий если же применение препарата на протяжении от двух до четырех недель то вероятность развития физической зависимости она неизвестна но вполне себе как бы она теоретически возможно поэтому доду снижают медленно на 50 процентов в неделю или 10 процентов в неделю по ситуации если же длительно используем препарат более месяца то совершенно точно что существует 3 зависимости и дозу надо снижать 10 процентов каждую неделю если же это не помогает и появляются симптомы отмены при синдром отмены препаратов которым относятся тревозность бессонница боли в животе рвота диары и обильное платоотделение ремар тахикардия гутиная кожа значит дозу препарата следует поднять до предыдущего уровня и продолжать снижение на 10 процентов каждые две недели не в одну а каждые две недели а если же препарат применяется достаточно долго несколько месяцев или год то существует вероятность развития физической зависимости если вы не справляете эта схема вам не подходит то следует обратиться за консультацией наркологу конечно одним из самых важных моментов терапии онкологической боли являются такие немедикаментозные методы терапии которые влияют на причину возникновения сейчас уже вряд ли кому-то придет в голову назначать большие дозы опиоидных анальдетиков при статическом поражении костей без консультации радиотерапевта поскольку радиотерапия один из самых эффективных методов контроля боли при статическом поражении костей так же как и ортопедические и хирургические вмешательства так же как и стентирование желчных протоков мочеточников и других полых органов когда это необходимо когда они являются причиной возникновения боли интересными новыми методами по ВМП оказываемым нашим пациентам является внутриартериальная химиомболизация опыта внутриплевральная фотодинамическая терапия внутриполосная химиотерапия при консультантозе брушины пациентам при этом дают возможность прожить в хорошем качестве жизни год-полтора-два иногда более блокады чревного сплетения при раке поджелудочной железы на 80% 80% случаев это высокоэффективный способ терапии болевого синдрома при таком тяжелом злокачественном образовании это нейрохирургические блокады это установка морфиновых ком это методы электронейросимуляции я всегда пациентам говорю что вы должны двигаться получая опиоидный энергетик вы не должны просто тупо лежать в кровати активность и подвижность положительно воздействует на способность организма самостоятельно подавлять боль это важнейший принцип так же как и использование техник расслабления так же как и возможности психологического воздействия на боль поскольку использование собственных ресурсов для преодоления боли является очень важным и очень эффективным способом что же мы делаем когда все-таки пациенты с генерализованными опытными процессами или получают специализированную онкологическую помощь или возможности ее исчерпаны у пациентов в терминальной стадии заболевания все эти моменты описаны в клинических рекомендациях которые находятся в рекубрикаторе Минздрава и эти пациенты нуждаются в палиативной медицинской помощи в полном объеме здесь важнейшим методом является конечно лекарственная терапия она проводится в соответствии с основными принципами Всемирной организации здравоохранения и главным этим принципом является неинвазивность а если уж нам необходимо давать пациентам инвазивно какие-то внутри парентеральные введения и невозможно например нет порта невозможно внутривенно вводить препараты то мы назначаем ни в коем случае не внутримышечно мы назначаем эти препараты подкожно обезболивающие препараты вводим регулярно по часам не дожидаясь развития сильной боли начиная от высоких до слабых препаратов переходя к низким дозам сильнодействующих препаратов используя все возможные симптоматические и адювантные средства если еще недавно мы говорили о том что опиоидных анальгетиков для лечения как умеренные сильные боли у нас всего было три четыре буквально несколько препаратов и то и те достать было невозможно то сейчас их реестр пополнился сейчас мы имеем как минимум 11 препаратов посмотрите это ромодол капсулу таблетку простворен для преимущественного введения это ромодол с парацетамолом таблетки покрытые пленочной оболочкой это тапитадол это таблетки пролонгированного действия это таблетки покрытые пленочной оболочкой быстрого освобождения это наш известный замечательный препарат процедол в виде защечных таблеток это морфин четыре лекарственных формы это таблетки продленного действия капсулы покрытые пленочной оболочкой таблетки а также раствор для приема внутрь то есть ампулы для приема это препарат оксикодон на лаксон в продленной форме и трансдермальная терапевтическая система синтонила а также подъязычные таблетки по вы видите что большинство из перечня всех препаратов которые я сегодня вам представила все эти препараты в большинстве своем производится отечественной промышленности хотя мы импортируем такие лекарства как таргин фалексия тапитадол мст-континус морфина сульфат и морфин пролом капсулы хотя его аналог в принципе у нас существует морфин продленного действия в таблетках по 30 60 и 100 миллиграмм надо сказать что всемирная организация здравоохранения опубликовала опубликовала некий вывод которым некую рекомендацию которой мы должны придерживаться и понимать что она продиктована таким обстоятельством что именно пароральный морфин быстрого освобождения должен быть достаточен и доступен тем пациентам кто в этом нуждается морфин с продленным освобождением должен быть доступен по мере возможностей как дополнение но не вместо парорального морфина с быстрым освобождением для чего это сказано для того чтобы в любой стране мира там где нет возможности приобрести высокотехнологичные формы пролонгированных опиоидных лекарств всегда должен быть доступен пароральный морфин быстрого освобождения высокая активность парорального морфина быстрого освобождения при онкологической боли была подтверждена большим обзором который был опубликован в охрановском перечне в апреле 2016 года основным результатом этого обзора было то что не было найдено каких-либо достоверных различий между пациентами получавшие морфин продленный и морфин длительного освобождения и морфин быстрого освобождения и побочные эффекты препаратов были типичными для опиоидов и предсказуемые и только 6% участников то есть один из 20 пациентов прекратили прием морфина из-за сильно выраженных побочных эффектов поэтому морфин считается в этом смысле самым недорогим и базовым препаратом именно при быстром освобождении мы сейчас имеем достаточно большое количество морфинов лекарств на формах быстрого освобождения в нашей стране это ампулы вы видите их на слайде наверху это морфин пролон морфин в капсулах и морфин в таблетках хочу привести один клинический случай это случай буквально связанный с нашим пациентом который являлся когда-то сотрудником нашего института и может быть поэтому на меня оказывалось достаточно сильное давление когда пациенту с фибросаркомой нижней доли правого легкого после операции возникли тяжелейшие боли поскольку через некоторое время возник и рецидив и подозревалось и подтверждено было метастатическое повреждение костей подозревался костный туберкулез у пациента были тяжелейшие боли он не спал ночью мы пытались ему подбирать обезболивание и если в восемнадцатом году первый год после операции было достаточно успешно и схема тромодол и пригаболина работала то после развития местного рецидива боль настолько усилилась что уже не помогали никакие другие лекарства и многие его лечащие доктора кто занимался непосредственно его в опыте терапии просили не назначать морфин что это препарат для пациентов которые умирают на самом деле мы пытались ему подбирать различные схемы включая этапитадол почему-то он плохо его переносил даже с малых доз хотя тромал переносил неплохо и плохо переносил таргин и малые и большие дозы и только когда я ему назначила морфин 30 миллиграмм два раза он сказал ну наконец-то ты мне назначила хорошее лечение сколько ж можно было меня надо мной экспериментировать что ж раньше-то не назначили наконец-то получил препарат полноценно выспался проснулся с ясной головой и не испытывая боли вы знаете он получал морфин более полугода на каком-то этапе доза его достигла 180 миллиграмм в сутки где-то как-то даже получился небольшой эпизод может быть передозировки и мы доставили пациента к нам в клинику провели ему додоксикационную терапию дозу препарата еще раз снизили до 120 миллиграмм добавили пригаболин и в принципе он занимался на даче своими делами у него был этот мини как его самокат велосипед на электрическом приводе он ездил по участку чувствовал себя удовлетворительно занимался внуками и до последних буквально 10 дней до его кончины он был активным и морфин не позволял ему лежать в постели и думать о вечном он постоянно был с нами постоянно был на связи постоянно занимался своими внуками и это дорогого стоит я считаю что вовремя назначенное правильное лечение для наших пациентов это очень значимая часть нашей паллиативной помощи поэтому призываю вас вспомнить про оральный морфин в том числе быстрого освобождения о котором говорит Всемирная Организация Здравоохранения в перспективе московский эндокринный завод порадует нас в 2022 году новыми лекарствами это пластырь трансдермальный оксикодон таблетки быстрого освобождения и гидроморфон достаточно интересный сильный препарат для пациентов кто плохо переносит например морфин но имея базовое лекарство мы можем думать о тех которые нам предлагает наша промышленность поскольку четыре формы морфина как минимум мы имеем из них две быстрого освобождения если кто-то какие-то таблицы хочет более внимательно посмотреть или не запомним вы можете посмотреть текст этой основные материалы по этой лекции основные положения выложены в российском журнале боль о нашей статье персонифицированной терапии как новая стратегия лечения хронической боли в онкологии и в заключение своего доклада традиционно призываю помнить о наших пациентах помнить о том что им немного осталось пишите делать добро пишите делать добро для тех кого мы можем не увидеть через некоторое время большое спасибо за ваше внимание я готова ответить на ваши вопросы в онлайн режиме спасибо